Щенячья порука. Жили-были в одном предместе котенок да щенок. Познакомились они, значит, подружились, да и решили жить вместе. От больших собак отбиваться, пропитание добывать, и крышу, куда голову прятать от дождя, искать вдвоем легче, веселее. И были у них в этом местечке друзья. Другие котята и щенки разных пород, с которыми наши герои встречались время от времени поиграть в детские забавы. Ну, там, чехарду, прятки. Хорошие деньки были радостные, беззаботные. Но как-то случилось так, в один не самый лучший день щенок, бежавший рядом с котенком в поисках съедобного, ни с того ни с сего свернул с дороги в заросли чертополоха. Как потом понял котенок, любопытный песик учуял незнакомый запах и не смог пробежать мимо ароматных нечистот. А пока котенок остался стоять на дорожке, озадаченный поведением друга. Через некоторое время довольный, счастливый пес выскочил из заросли весь в фекалиях и весьма дурно пахнущий. У котика до речи пропал. «Мяу!» — только и мог он вымолвить. «Что означало? Боже, помоги мне, он сошел с ума!» И так повелось с тех пор. Убегал щенок от котенка искать это самое непотребство и ел его и валялся в нем. А котенок пребывал в полной уверенности. Заболел, друг. И болезнь обязательно пройдет, надо только потерпеть. Надеялся, ждал, да не дождался. Убежал как-то щенок в поисках фекалий далеко в лес. А там его лиса цап-царап и утащила в чащу. Может, и не слопала сразу, но ведь от нее не сбежишь. «Та же порода, псовая!» — рассказал один котенок о своей беде подросшим друзьям, кошечкам и песикам. Думал, они по правде, друзья. Рассказал о том, как его товарищ заболел, как гонялся по лесам и полям в поисках испражнений. Рассказывал, выпускал понемногу из израненного сердечка горечь, предупреждал зверят о том, какие страшные болезни на свете бывают. Да зверя-то не поверили. Не может такого быть, не бывает. Сказки, ложь, оговор. Некоторые тихонечко проскулили. Может, и правильно. Может, щенку витаминов не хватает. Может, в испражнениях валяться для здоровья полезно. И потом это же инстинкты. Совсем уж тихо пропищали остальные. И все хором промяукали и пролаяли. Зря ты, котенок, нам про щенка рассказал. Не желаем знать ничего такого. Нам приятнее иметь в друзьях белого и пушистого пса. А про себя дружно подумали. Эх, нам бы его болезнью поболеть. Это круто, пожалуй. Пожалел котенок, что бывшим друзьям доверился. И друзья ли они ему были. Погоревал, погоревал. Да новых друзей завел. Сказка, ложь. Да в ней намек. Добрым молодцам урок. Конец.